Всем привет! Сегодня расскажу еще про соль. Это один из главных моих помощников в жизни. Стакан теплой воды, такой, чтобы можно было полоскать горло. И чайная ложка соли. Стакан соленой воды останавливает простуду, останавливает аллергию. Это стакан прям скорой помощи. Вот только начинает першить горло, только начинает закладывать нос. Не важно по какой причине. Аллергическая реакция происходит или простудного характера. Соль снимает этот отек. Полоскание каждые 15 минут, каждые полчаса. Самое простое, но работает безотказно на 1000%. Следующий раствор соль и мёд. Для кожи полезно, возвращает силу. Я его наношу от пяток до макушки. И стою несколько минут, ну сколько можно вытерпеть. А потом просто смываю. Вот в таком состоянии я наношу на кожу. Отличный раствор, который просто вернёт все силы. Это второй скраб. 2 килограмма соли на ванну горячей воды. И погружаюсь в эту ванну минут на 10. Улучшается кровоснабжение всего кожного покрова, автоматически улучшая обменные процессы в организм. Быть за подушем и нанести какой-нибудь крем. Как часто это делаю в ванной? Ну раз в месяц. Ну два раза в месяц. Соленые умывания. Можно холодные, можно горячие. Холодные утренние. Наносится крем на лицо. Через 20 минут чайная ложка соли и стакан холодной воды. И этой водой умываются. Умывание подходит для увядающей кожи. Укрепляют мышцы лица именно. Мне нравятся горячие обертывания. Это когда чайная ложка соли и кипяток. И полотенчиком. Укрепляю масло органовое. Любое масло какое-то. Обычное масло на лицо. И сверху вот эти обертывания. Это такое наслаждение. Наверное, самое приятное из того, что можно нанести на лицо. Расслабляются мышцы лица. Уходят отеки. Кожа становится шелковая просто. После соли все болячки подживают. Для увядающей кожи мне больше всего нравится. Наверное, это самое приятное, что можно положить на лицо из масок. Это соленые горячие полотенца. Такое чувство, что глаза начинают лучше видеть. Мозг начинает лучше работать. Все мышцы расслабляются. И тепло. И соль снимают вот это все напряжение на лице. Длится процедура минут 15. Самое интересное, соль надо не смывать. Это вот как мини-мертвое море себе дома устраивать. После соли прям кожа такая нежная и гладкая. Покрыть сверху каким-нибудь маслом. Я использую органовое или кокосовое. И прям вот сверху на соль. Вот разница. Уходит все. Отек. Прям соль на себя все оттягивает. Всего лишь при отеках коленей. Когда колени болят. Ушибы. Соленые компрессы. Также снимают отек. Снимают боль. Улучшают процесс заживления. Солью я стираю полотенца. Солью я стираю вещи. Солью я стираю постельное белье. После болезни. И смягчает. И очищает. Стоит вот такая баночка с солью. Все украшения. С камнями. На сутки. На двое. Постояли камни. У меня в соли. Сутки. Все. Мои камушки чистые. Чистые. Энергетические. Скраб для головы. Беру соль. И кокосовое масло. Я люблю кокосовое масло. Потому что оно дезинфицирующее. Можно взять оливковое. Беру чуть-чуть масла. Столовую ложку. Разогреваю кокосовое масло. И заливаю соль. Кокосовое масло не застыло. Наношу на кожу головы. Только на кожу головы. Втираю. Чтобы очистить. Именно кожу головы. Бывает тогда, когда мозги и языки. Высыпают. Мысли разные одолевают. Но вообще. Вот прям ощущается. Как будто тонну грязи с головы сняла. Причем наношу ненадолго. Вот буквально там. 5 минут. Не больше. Она начинает пощипывать. Ну быстро. А потом просто смываю шампунем. Ну и соль для мытья полов. Тоже отличное средство. Как правило. После гостей хорошо помыть. Солью. Когда гости ушли. Чтобы их энергия не осталась в доме. Не мешала. Ну или когда поконфликтовала с кем-то. С дитями. Особенно. Когда вот там прям энергия тяжелая. Висит мамина. Обязательно смываю. Чтобы не оставлять. Ничего. Соль творит чудеса. Ну что. Всем пока. До новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.